Всем привет, дорогие подписчики и гости канала Одесская Лилика. Я продолжаю рассуждать на политические темы. Самой анализ основан на анализе американской прессы и английской, европейской, которые публикуют разведданные, они, как правило, не ошибаются. Потому что в то время, когда Песков и Захарова говорили, что это истерия западных СМИ, что Россия ни на кого не нападает, и мы делаем маневры на своей территории, Запад писал, английская и американская разведка сообщала, что нападение imminent, это значит, что оно неизбежно. А потом они писали, нападение произойдет в течение 48 часов, и оно произошло точно, как они сказали. Поэтому, значит, следующее, в Украину уже выложено столько денег, и Россия себя так по-блядски ведет сегодня. Не только по отношению к Украине, но и по отношению ко всему миру, к своим соседям. И, в принципе, угрожает. Почему угрожает ядерное наружение? Потому что, значит, конвенциальную войну со странами НАТО проиграет. Причем очень быстро. Поэтому, чтобы, как говорится, избежать конфликта конвенционного, они пугают, что вы по нам выпустите ракеты, то-то-то мы будем ядерный удар. Не связывайтесь с нами. Потому что они знают, что они слабенькие. Это истерия слабенького. Но они подумали, что Украина, как бы, им по зубам. Вот. Значит, что нужно сделать? Почем как можно быстрее. Это месседж для СБУ, для людей в Украине, которые принимают решения. Значит, Украине надо приобрести тактическое ядерное оружие. Хотя бы. Хотя бы. Причем не только Украине, а желательно и Швеции, и всем странам, которые находятся по периметру, которым угрожает Россия. Чтобы они могли угрожать тоже. У нас ядерное оружие тоже есть. Если вы ударите по нам, мы ударим по вам. Будет самоуничтожение. Но, как говорится, нам есть чем ответить. Это единственный способ, чтобы сдержать всю вот эту вот агрессию. Поэтому даже в таких странах, как Молдавия, должно быть ядерное оружие, чтобы противостоять России. Вот и все. Вот. Поэтому, как говорится, надо расширять ядерный клуб. Это, как говорится, хороший способ. Такая страна, как Молдавия, на Украину не нападет, на Румынию не нападет. Но она боится, чтобы на нее не напали. На нее может напасть кто, кроме России? Никто. Все, значит, она имеет ядерное оружие, чтобы себя защитить. Так же самое и Украина, и все остальные, как говорится, и Грузия, и все остальные, как говорится, малозащищенные страны. Вот. Поэтому это надо делать быстро. Вот. И решительно, и ничего не бояться. Потому что, когда уже у Украины будет ядерное оружие, а сказать можно, у нас осталось. Мы себе кое-что оставили со времен Советского Союза. Вот. Короче, вариантов много, это не важно. Будет ядерное оружие, будет мир. Вот. А если они применят, надо применить тоже. Вот и все. С ними, с Россией надо разговаривать только с позицией силы. Других вариантов нет. Вот. Тем более, что там, если произойдет смена власти, то там, как говорится, Путин еще может показаться добрым, и составленным добрым дядем. Потому что то, что может пойти на смену, это даже страшно подумать. Это россияне будут бежать с России Другое дело, что их не сильно будет кто-то принимать. Украина точно не будет. Потому что они сделали, не будет принимать. И правильно. Ну, может, там, может, примет, я знаю, кто. Казахстан, может быть, примет. Таджикистан. Ну, в общем, такие дела. Ладно. Я, как говорится, надеюсь, что это дойдет до правильных людей. Вот. У меня все. Поэтому я давно хотел это высказать. Вот. Но вот все забывал. В общем, Украине надо срочно приобретать ядерное оружие. Поэтому Аваков, кто там еще? Этот, Алексей, Авистович, займитесь этим вопросом. Зеленский. Не то, что оружие, ядерное оружие надо. С ними только надо разговаривать с позицией сил. Тут других вариантов нет. Украины должно быть ядерное оружие. Украина должна себя защищать. Все. Этот вопрос, как говорится, остается открытым, но его надо закрыть положительно. Я вас всех обнимаю.